Добрый день, глубоко уважаемые коллеги и гости. Позвольте заседание диссертационного совета по защите диссертации Орлова Герасимова Николаевича на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03. Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право на тему опционной договорной конструкции в Гражданском кодексе Российской Федерации и их дальнейшее развитие считать открытым. Приказом Санкт-Петербургского государственного университета от 17 мая 2019 года номер 5153-1 я, Петров Дмитрий Анатольевич, доктор юридических наук, доцент кафедры коммерческого права СПБГУ, назначен председателем данного диссертационного совета. А также разрешите представить моих коллег-членов совета. Дан Кунтуарович, доктор юридических наук, Национальная академия наук Республики Казахстан, Республика Казахстан. Сначала хотелось бы особо отметить, что согласно федеральному закону о 23 августа 1996 года номер 127 ФЗ о науке и государственной научно-технической политике, Санкт-Петербургский государственный университет получил право самостоятельно присуждать учёные степени. Соответствующий приказ о порядке присуждения учёных степеней в Санкт-Петербургском государственном университете, на основании которого мы проводим наше заседание совета, издан 1 сентября 2016 года, номер приказа 6821-1. В соответствии с данным приказом заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей от утверждённого состава совета. Наш совет состоит из пяти человек, присутствуют все пять человек. Таким образом, кворум есть. Как председатель устанавливаю следующий регламент сегодняшнего заседания совета общей продолжительностью не более двух часов. Первое. Краткий доклад председателя об основном содержании представленных соискателем учёной степени документов и их в соответствии установленным требованиям. Ответы на возможные вопросы. Пять минут. Второе. Краткий доклад соискателя учёной степени, отражающий основные положения своего исследования до 15 минут. Вопросы к соискателю по его докладу. Не более двух минут на один вопрос. И после этого ответы соискателя. Четвёртое. Выступление всех членов совета поочерёдно с отзывами, с изложением своих позиций, с вопросами и предложениями к диссертанту. Не более десяти минут для выступающего. Пятое. Выступление председателя со своим отзывом. Шестое. Ответы соискателя учёной степени на вопросы и замечания членов диссертантов. Седьмое. Открытая дискуссия. Выступление по желанию присутствующих на защите диссертации лиц с кратким изложением своих позиций или с конкретными вопросами и предложениями к диссертанту строго по теме исследования. Не более пяти минут на каждого желающего. При этом всех желающих просим зарегистрироваться в регистрационном листке. Вот здесь, на первом ряду. И перед своим выступлением полностью представиться. Фамилия, имя, отчество, учёная степень, место работы. Далее. Итоговые ответы соискателя на заданные вопросы. Не более пяти минут. Выступление научного руководителя соискателя. Не более трёх минут. Обсуждение на пять минут перед открытым голосованием для вынесения заключения по вопросу о присуждении или неприсуждении учёной степени СППГУ соискателя. На время обсуждения членами Совета результатов защиты трансляция отключается. Далее. Открытое поимённое голосование. Подсчёт голосов председателем диссертационного совета за несением результата протокол заседания. Далее. Принятие решений о присуждении или неприсуждении учёной степени СППГУ. И последнее, заключительное слово соискателя не более двух минут. Перед тем, как перейти к реализации регламента заседания, я напоминаю о необходимости отключить мобильные телефоны. Спасибо за понимание. Сообщаю также, что ведётся аудио-видеозапись нашего заседания и прямая трансляция на сайте СПГУ. Также осуществляется синхронный перевод выступлений с русского на английский или с английского на русский. Итак, приступаю к введению заседания. И наш первый пункт – это краткий доклад председателя. Диссертация Орлова Герасима Николаевича на соискании учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.003 на тему опционной договорной конструкции в Гражданском кодексе Российской Федерации и их дальнейшее развитие принята к защите приказом учёного секретаря университета от 17 мая 2019 года. Номер 5152-1. Диссертационный совет утверждён приказом учёного секретаря университета 17 мая 2019 года. Номер 5153-1. И я уже вам, глубоко уважаемые коллеги и гости, представлял его состав. Соискатель представил учёному секретарю университета следующие документы. Первое. Заявление на имя ректора университета профессора Кропачева Николая Михайловича о принятии диссертации к осмотрению и защите, подданной 6 сентября 2018 года. Второе. Отзыв научного руководителя Лебедева Константина Константиновича, кандидата юридических наук, доцента кафедры коммерческого права СПБГУ. Третье. Список публикаций из трёх работ, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в том числе три статьи в лицензируемых научных изданиях из перечня утверждённого Миноборнауки Российской Федерации. В-четвёртых. Справка о сдаче кандидатских экзаменов от 2 мая 2015 года, номер 199, выданная Санкт-Петербургским институтом внешнеэкономических связей, экономики и права. А также справка от 15 декабря 2017 года, номер 04А386, выданная СПБГУ о том, что Арбов Герасим Николаевич сдал кандидатские экзамены по специальности 12003. Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право, история, философия, науки на оценку «отлично», а иностранный язык, английский на оценку «хорошо», а также сдача экзамена по специальности 12003 на оценку «удовлетворительно». Пятое. Диплом с отличием, выданный в 2000 году в Ташкентском государственном юридическом институте, удостоверяющий, что решением Государственной аттестационной комиссии от 6 апреля 2000 года Орлову Герасиму Николаевичу присвоена квалификация юрист. Шестое. Диссертация на русском и английском языках, на бумажном носителе, на правах рукописи и в электронном виде. Диссертация оформлена в соответствии с требованиями государственного стандарта. Следует отметить, что все вышеперечисленные документы соответствуют пункту 12 из раздела 3 «Порядка присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете». Ну а теперь краткий доклад соискателя по работе до 15 минут. Уважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые присутствующие, Вашему вниманию представлена диссертационная работа на тему «Опционные договорные конструкции в Гражданском кодексе Российской Федерации и их дальнейшее развитие». В результате проводимой реформы гражданского законодательства и принятием федерального закона от 8 марта 2015 года номер 42 ФЗ о внесении изменений в часть 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, часть 1 Гражданского кодекса Российской Федерации была дополнена легальными определениями двух новых договорных конструкций. Это опцион на заключение договора и опционный договор, соответственно статьи 429.2 и 429.3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Значение данных договорных конструкций для построения хозяйственных связей в сфере предпринимательства трудно переоценить. Опционы позволяют создать договорные отношения, реализация которых всецело подчинена сбалансированному экономическому интересу обеих сторон. В настоящее время потенциал опциона, к сожалению, раскрыт не полностью. Актуальность исследования обусловлена сравнительно узким и недостаточно разработанным механизмом использования опционов в конкретной правоприменительной практике, несмотря на закрепление в ГК Российской Федерации легальных определений двух опционных договорных конструкций. Целью диссертационного исследования является формирование целостной научной концепции опциона, которая могла бы служить основой для дальнейшего совершенствования правового регулирования экономических отношений. На защиту выносятся положения, совокупность которых позволяет охарактеризовать опцион как договорный институт и элемент обязательственных правоотношений. Во-первых, установлено место поименованное в ГК Российской Федерации опционных договорных конструкций в системе договоров. Опционное заключение договора и опционный договор представляют собой элемент обязательства, определяющий предмет договора и позволяющий сформировать договорное обязательство, которое может быть исполнено только при наличии у кредитора потребности в его исполнении. Опционное заключение договора и опционный договор не являются самостоятельными видами договоров, поименованные в ГК Российской Федерации, представляют собой договорные конструкции. Они также, как абонентские, предварительные, рамочные и публичные договоры, выступают предпосылками к возникновению основного обязательства. Однако законодатель называет эти формы договорами. В целях недопущения смешения понятий предлагаются правовые формы, которые законодатель назвал как опционный договор и опцион на заключение договора, именовать опционными договорными конструкциями, в отличие от тех правовых форм, которые, согласно части 2 ГК РФ, являются самостоятельными видами или типами договоров. Во-вторых, в целях обеспечения единого понимания в теории, а также в правоприменительной практике, предложено и обосновано авторское определение опциона как родового понятия, трактуемого как договорное условие и основной элемент договорного обязательства, при исполнении которого один субъект опциона принимает на себя обязанность совершить определенные дополнительные действия, а также воздержаться от совершения таких действий или приостановить на определенный период времени их совершения и уполномочивает другого субъекта опциона потребовать их совершения и тем самым собственным однисторонним волеизъявлением обеспечить реализацию существующих между сторонами отношений в заранее определенном объеме прав и обязанностей. Опцион в целом предлагается выделить самостоятельный вид обязательства, определив опционные договорные конструкции, поименованные в ГК Российской Федерации как субинституты единого договорного института опциона в целом. Также на защиту выносятся и иные положения, перечисленные в диссертационной работе. Кроме того, в диссертации обоснован и аргументирован ряд предложений по совершенствованию действующего законодательства, а именно, во-первых, главу 21 части 1 ГК Российской Федерации дополнит новую статью 308.3 о заглавленной опционные обязательства следующего содержания. Опционным обязательством является добровольно принимаемое должником обязанность совершить заранее определенные действия, либо прекратить совершение заранее предусмотренных действий, или воздержаться от совершения таковых по трибуне у кредитора, заявленному последним по своему усмотрению в течение установленного по соглашению между кредитором и должником срока. При незаявлении правомоченным кредиторам требования в установленный в обязательстве срок добровольно принятый на себя должником обязанности прекращаются. В связи с этим существующую статью 308.3 главой 21 ГК Российской Федерации о заглавленную как защита прав кредитора по обязательству обозначить номером 308.4 в главе 21 ГК Российской Федерации. Дополнить главу 22 части 1 ГК Российской Федерации статью 320.2 о заглавленной исполнении опционного обязательства со следующим содержанием. С момента получения требования об исполнении опционного обязательства, заявленного кредитором или лицом, уполномоченным на это кредитором, должник обязан на заранее определенных между должником и кредитором условиях совершить определенные опционным обязательствам действия, либо прекратить совершение таких действий, которые предусмотрены опционным, либо воздержаться от совершения действий, предусмотренных опционным обязательствам. Должник вправе отказаться от исполнения опционного обязательства, если кредиторам пропущен срок для заявления опционного требования, установленный по соглашению между кредитором и должником. По соглашению между кредитором и должником может быть установлен срок, предоставляемый должнику для совершения приготовления к исполнению обязательства, определенного опционным обязательством, и исчисляемый с момента получения должником требования кредитора об исполнении опционного обязательства. Предлагается также изложить пункт 1 статьи 429.2 ГК РФ в новой редакции. На заключении договора должно содержать все существенные условия основного договора. Опцион на заключении договора предоставляется за денежное вознаграждение, либо в силу достижения определенной экономической цели другого встречного исполнения. Стороны вправе заключить договор в порядке и в сроке и на условиях, которые предусмотрены соглашением о предоставлении опциона на заключении договора. Предлагается изложить пункт 2 статьи 429.3 ГК РФ в новой редакции, исключив упоминание о безвозмездном опционном договоре. А именно за предоставление права заявить требования по опционному договору и управомоченная сторона обязана уплатить должнику предусмотренную таким договором денежную сумму. За исключением случаев, когда заключение основного договора обусловлено иным обязательством или иным охраняемым законным интересом, который вытекает из отношения сторон. Главу 27 части 1 ГК РФ дополнит новую статью 429.4, а заглавленную как биржевой опционный договор следующего содержания. Биржевым опционным договором признается соглашение двух или более лиц, согласно которому кредитор или кредитору вправе требовать от должника или должников в течение обусловленного договором срока совершения определенных договором действий, а также выплаты денежных средств при образовании разницы в ценах или значениях базисного актива определенных договором. Базисным активом биржевого опционного договора могут являться товары, ценные бумаги, валюта, валютные ценности, а также обстоятельства, которые стороны признали в биржевом опционном договоре в качестве базисного актива. Биржевой опционный договор не может быть включен в иной как биржевой, так и в небиржевой договор. Биржевой опционный договор может быть заключен исключительно на организованных торгах между их участниками, в том числе выполняющими функцию представителей, осуществляющими свою деятельность на основании лицензии биржевого посредника или биржевого брокера. К биржевому опционному договору поменяются положения, предусмотренные настоящим кодексом об опционном обязательстве и опционном договоре, если законом иными правовыми актами или принятыми в установленном порядке правилами организатора торгов не предусмотрено иное. В связи с этим существующую статью 429 прин 4 главы 27 Гражданского кодекса Российской Федерации, озаглавленную как договор с исполнением по требованию, абонентский договор обозначить номером 429 прин 5 Гражданского кодекса Российской Федерации, главы 27 ГК РФ. Основные положения и выводы изложены в статьях автора, опубликованных в периодических изданиях в 2017-18 годах, в том числе рекомендованных в Высшей Ассоциационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации. Результаты диссертационного исследования прошли обсуждения на заседании кафедры коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета. Также ряд положений и выводов диссертационного исследования нашел свое отражение в научных статьях иных авторов, в которых содержатся ссылки на мои работы. К примеру, это статья Азарипова «Опционный договор в гражданском праве», опубликованная в вестнике современных исследований в номере 12 за 2018 год на страницах 60 и 63. Уважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые присутствующие, доклад окончен. Искренне благодарю за внимание. Спасибо, Георгий Соколович. Уважаемые члены совета, будут ли вопросы к выступающему? Ну, я думаю, что на самом-то деле лично у меня, я знаком с вашей работой, по положению, каждый из нас обязан ее изучить и написать отзыв. Поэтому свои вопросы к работе я их изложил в виде отзыва, и в свое время я его, конечно, оглашу. Ну, если вопросов нет, тогда, пожалуйста, присаживайтесь. Мы переходим к следующей стадии нашей защиты. Так, выступление членов нашего совета поочередно с отзывами. Ольга Александровна, прошу вас, предоставляю слово Макаровой Ольге Александровне, доктору юридических наук, доценту кафедры коммерческого права СПБГУ. Уважаемые присутствующие, в своем отзыве я отмечаю актуальность темы диссертационного исследования Орлова Герасима Николаевича. Отмечаю, что все положения, сформулированные в диссертации, выводы и рекомендации являются обоснованными. Положения, выносимые на защиту, отличаются новизной. Отмечаю, естественно, что работа, все цели, которые были поставлены в исследование, достигнуты. Содержание работы соответствует поставленным задачам. Работа изложена, материал изложен последовательно, свидетельствует о самостоятельности проведенного диссертационного исследования. И ценность работы добавляет определенный анализ материалов судебной практики и анализ всех приведенных научных работ. В то же время я высказываю некоторые замечания, которые носят по ходу по содержанию уточняющий характер. Первое замечание. В третьем положении, выносимом на защиту, странице 13 работы, автор утверждает о том, что опционная договорная конструкция обладает двойственностью своего предмета, подчиненного единой экономической цели. По мнению автора, как автор указывает в работе, предметом опционной договорной конструкции является как возникновение субъективного права требования исполнения одной из сторон, так и условия исполнения основного обязательства и принятия результата исполнения. При этом автор не рассматривает в диссертации опционные договорные конструкции как правовые средства, то есть как сочетание комбинацию юридически значимых действий, совершаемых субъектами с дозволенной степенью усмотрения, служащих достижению целей, не противоречащих законодательству. Но вот в изложении автора опционы следует признать одним из видов правовых средств. Второе замечание. Дискуссионным представляется довод автора о том, что обязанности одной из сторон возникают только при наличии соответствующего заявленного требования, а право другой стороны заявить такое требование не корреспондирует ни одна из обязанностей. И третье замечание. Автор утверждает о том, что характер права требования, возникающего у обязывающей стороны в рамках опционных договорных конструкций, не является препятствием для передачи такого права другому лицу. Страница 179. Ну, я указываю, что вместе с тем право требования заключения договора в рамках опциона на заключение договора не является имущественным. Данные замечания носят уточняющий характер, не снижают ценности представленного исследования. Наличие же положений, носящих вот такой дискуссионный характер, как раз свидетельствует о ценности этих положений и показывает, что работа, еще раз подчеркиваю, отвечает всем критериям актуальности и научной самостоятельной квалификационной работы. Сама диссертация Орлова Герасима Николаевича соответствует всем основным требованиям и является самостоятельным научным квалификационным исследованием, в котором решена поставленная автором научная работа задача, имеющая значение для развития науки гражданского права. Спасибо. Спасибо, Ольга Александровна. Обращаю внимание всех присутствующих, что ответы соискателя на замечания будут после того, когда все члены совета огласят свои отзывы и свои вопросы. Тем более, как я посмотрел на сайте, некоторые замечания пересекаются друг с другом, поэтому при ответе я прошу в целях оптимизации работы совета и сокращения времени отвечать, скажем так, комплексно на те замечания, которые поступают по одним и тем же проблемам. Далее слово предоставляется Андрееву Владимиру Константиновичу, доктору юридических наук Российский государственный университет правосудия. Прошу. Спасибо. Я ознакомился с диссертацией Герасима Николаевича, пришел к выводу о положительной оценке представленного исследования диссертационного с точки зрения как актуальности темы исследования, так и обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций с формулированной диссертацией, их достоверности и новизны. Действительно, автор справедливо полагает, что внесенные изменения в гражданский кодекс, которые были внесены 8 марта 2015 года, видите, президент даже подписывает законы в женский день, дают основания представить общее представление об опционных достоверных конструкциях в целом, но не обеспечивает исчерпывающего правового регулирования отношения сторон при использовании опционных договорных конструкций. Я также отмечаю, что актуальность темы исследования Герасима Николаевича заключается также в том, что вот такое применение этих опционных конструкций помогает предпринимателям найти такие способы, чтобы избежать рисков, либо значительно их ослабить. Значит, мною здесь в отзыве в письменном указаны те особые пять положений, которые действительно представляют новизну работы. Это действительно работа такая, она новая в том плане, что исследований, научных исследований не было произведено довольно глубоко и широко, но есть ряд таких замечаний. То есть, есть определенная новизна, достаточно такая достоверная, но вот все же замечания, какие я сделаю, они носят дискуссионный характер и требуют дополнительного обоснования. Во-первых, диссертант обоснованно полагает, что опцион на заключение договора и опционный договор является договорными конструкциями. Непонятно, как они, как утверждает Герасим Николаевич, представляют собой элемент договорного обязательства, позволяющий сформулировать объективно существующее обязательство, которое может быть исполнено только при наличии у кредитора потребности в результате его исполнения, положение номер один. И здесь у меня возникает такой вопрос, чем такое договорное обязательство отличается от условной сделки, статья 157, и от факультативного обязательства, статья 308 и 2 Гражданского кодекса. Второе положение. Выносимым на защиту положение, соискатель пытается показать взаимодействие опционной договорной конструкции положения номер один и опционного как самостоятельного вида обязательства положения номер два. Возникает вопрос, в чем двойственность предмета именно опционной договорной конструкции, если они трансформируются в иные отношения, направленные на реализацию ранее определенного сторонами обязательства. То есть становится самостоятельным обязательством. Третье. Соискатель приравнивает возмездность опционного договора к преследованию иной экономической цели сторонами опционного договора при его заключении. Он утверждает, что экономическая цель сторон опционного договора полностью соответствует презумпции возмездности гражданского договора, предусмотрена в статье 423. Однако экономическая цель договора, как мне представляется, и его возмездность – это различные понятия. Далее. В-четвертых. Мне представляется, что положение диссертанта о том, что опцион на заключение договора представляет собой форму отказа одной из сторон от реализации принципа свободы договора в отношении заключения основного договора ошибочно. В соответствии с статьей 421 принцип свободы договора заключается в самостоятельном волеизъявлении, которое стороны выразили в момент заключения опционного на заключение договора. Волеизъявления сторон выражается в этот момент и не только в отношении условий опционной договорной конструкции, но и в отношении всех существенных условий основного договора, за исключением момента вступления в силу основного договора. Однако эти условия отразят суть данной конструкции и не ограничивают действия принципа свободы договора. Я делаю вывод, что диссертация представляет собой законченную научно-инкуляционную работу, содержит аргументированную позицию, с которой можно спорить, что я и попытался сделать, по соотношению опционного заключения договора и опционного договора как правовых конструкций и в соответствии с которыми исполняются различные договоры. Я полагаю, что соискательно успешно решена сложная проблема пропорционального соотношения между опционной договорной конструкцией и договорами, которые заключаются и исполняются на ее основе, поскольку у этих правовых средств единая экономическая цель. Но я в качестве отмечаю, что надо бы среди авторов отметить Екатерину Абрамовну Флечь, которая предложила впервые в науке называть субъективно-существенные слои. Я почему называю Екатерину Абрамовну? Не только потому, что я ей давал кандидатский экзамен, но поскольку она начала работать и преподавала в этом Санкт-Петербургском Ленинградском университете. Поэтому я полагаю, что все есть основания рекомендовать, сообщить, что эта диссертация соответствует требованиям, которые установлены приказом первого проектора, значит, Дементьева от 1 сентября 2016 года, 68-21-1, о порядке присуждения ученых степеней. Я представляю, что соискатель заслуживает присуждения искомой степени. Большое спасибо, Владимир Константинович. И слово предоставляется Андреевой Любови Васильевне, доктору юридических наук. Прошу. Большое спасибо. Я постараюсь комплиментарную часть кратко, поскольку актуальность темы не вызывает сомнений. Апционные договоры заключались и до внесения изменений в Гражданский кодекс с Федеральным законом 42-м ФЗ. Соответственно, законодатель посчитал необходимым сформулировать общие правила. Вот две новые статьи. И действительно, таких серьезных исследований проведено не было. Соответственно, и сама структура диссертации, которая включает 4 главы, 12 параграфов. В ней содержится детальный анализ и самих конструкций. И авторам поставлена цель выявить общие признаки этих двух договорных конструкций. Определено место их в системе гражданско-правовых договоров. И анализ проводится на основе всех высказанных по указанной тематике взглядов и дуриционных авторов, и современных авторов. При этом автор излагает собственную точку зрения. Выводы каждый из глав последовательно развиваются в дальнейшем положении их работы. Что свидетельствует о творческом подходе к автору, к исследованию по теме диссертации. Имеется и теоретическая значимость данной работы, и практическое значение. Поскольку действительно эти конструкции позволяют учесть экономические интересы предпринимателей. И, что самое главное, снизить риски при заключении уже конкретных видов договоров. Но вместе с тем, как и любое научное исследование, отдельные выводы все же носят работы дискуссионный характер. Следует, во-первых, согласиться с доводами автора о том, что две конструкции – это самостоятельные договорные конструкции. Хотя имеют они большое сходство. Вместе с тем, на мой взгляд, все же требует дополнительного обоснования необходимость формулирования родового понятия акциона, который объединяет акционные договорные две конструкции, статья 4.29, 2 и 3. В диссертации он рассматривает их как субинституты Единого договорного института опциона в целом, на странице 13. Дальше в работе утверждается, что недействительность любого элемента опционной договорной конструкции влечет за собой недействительность данной договорной конструкции в целом. И исключить данное условие возможно только путем трансформации этой конструкции в иной договор, в странице 197. Исходя из контекста, элемент здесь рассматривается как договорное условие. На мой взгляд, если соотнести с понятием сделки, и в частности статьей 180 Гражданского кодекса, о том, что недействительность части сделки не влечет недействительность против ее частей, если можно предположить, что сделка могла быть совершена и без включения ее недействительной части. Но и не любое условие опциона считается существенным условием. Поэтому с этим выводом сложно согласиться. Конечно, договорные эти конструкции, они предполагают и на практике используются при заключении договора с участием предпринимателей. Но все же утверждение автора, что они носят исключительно возмездный характер, тоже вызывает сомнения, поскольку в Гражданском кодексе эти нормы являются диспозитивными. То есть это общегражданские конструкции. Ну и, на мой взгляд, хотя в диссертации имеются примеры из практики, было бы целесообразно привести больше примеров, которые бы более наглядно показывали применение этих конструкций при заключении отдельных видов договоров. Указанные замечания носят уточняющий дискуссионный характер, не отражаются на положительной оценке работы Герасима Николаевича Орлова. Она соответствует всем требованиям, которые установлены приказом первого проректора университета Дементьева в приказе 68.21.1. И пункт 11 указанного порядка диссертантам не нарушен. И вывод, что соискатель Орлов Герасим Николаевич заслуживает присуждённой учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.003. Гражданское право, предпринимательское право, семейное право и международное частное право. Большое спасибо, Люба Васильевна, за Ваш отзыв. Слово предоставляется Сулейминову Майдану Кунтуаровичу, доктору юридических наук. Прошу. Спасибо, господин председатель. Я тоже не буду подробно останавливаться на хвалебной части моего вызова, тем более, что это во многом повторяет то, что сказали до меня остальные члены Совета. И актуальность, и то, что освещены основные вопросы, и делаются конкретные предложения, которые пытаются дать ответ на острые вопросы, поставленные. Поэтому, в целом, это оставляет очень положительное впечатление. Я сразу перейду к недостаткам. Как любое оригинальное научное исследование, диссертация вызывает желание поспорить, также высказать определенные замечания. Но первое замечание, оно тоже как бы не столько отрицательное, сколько положительное, потому что из названия заряжения диссертации видно, что Орлов рассматривает опцион на заключение договора, и опционный договор, как опционные договорные конструкции. При этом он исходит из концепции специальной договорной конструкции, которую развивает в России Ветрянский, Лебедев, Карапетов, другие известные ученые. Так вот, я благодарен диссертацию за его диссертанту, поскольку после прочтения у меня появились некоторые мысли. Я давно задумывался, что это такое странное понятие специальной договорной конструкции, родоначально у которой был Ветрянский. Но у меня просто руки не доходили. Но когда я прочитал диссертацию Лебедева, я стал более-менее вынужден был, чтобы разобраться в этом, изучить этот вопрос. И в результате написал статью, которая называется «Специальные договорные конструкции в скопах общей договора и их местность 7 права». Большая статья на 25 страниц, я его публиковал в наших информационных системах. В отзыве есть ссылка на эти в интернете, можно найти. То есть, самая главная идея, это даже не вина диссертанта, он, в общем-то, присоединяется к своим учителям. Я считаю, что здесь кроется какая-то теоретическая проблема общей теории гражданского права. Под специальной договорной конструкцией понимаются те 8 договоров, которые закреплены в общей части обязательного права. Публичный договор, производительный договор, рамочный договор, опционные договоры и другие. И вслед за маститым ученым, диссертант пытается найти место опциона на заключение договора и опционного договора в системе договоров. В частности, он пишет, опцион на заключение договора и опционный договор не относятся к категории самостоятельных договоров по именному в часть второй ГКРФ. Они носят организационный характер, так же как характер абонентского договора, предъявительного договора, рамочного, публичного. Однако, законодатель называет их формы договорами. В целях недопущения смешения понятий предлагаются правовые формы, которые законодатель назвал как опционный договор и опционное заключение договора, именовать опционными договорными конструкциями, в отличие от тех правовых форм, которые, согласно договоре второй ГКРФ, являются самостоятельными договорами. Идея вроде бы простая. Поскольку опционный договор не вписывается в число самостоятельных основных договоров, то это и не договор вовсе, а договорные конструкции. Однако, из дальнейшего исследования вытекает, что эти договорные конструкции вроде бы договоры, ибо есть оферты, акцепт, условия договоров, исполнение, ответственное исполнение. И дальше весь текст диссертации посвящен исследованию вопросов, которые присущи именно реально существующим самостоятельным договорам. Я не буду подробно раскрывать, каким я вижу выход из этого противоречия. Скажу лишь, что, по моему мнению, понятие юридической конструкции существует лишь в науке права, а в праве законодательства и превращается в реальные нормы института права и законодательства. Так, специальные договорные конструкции, в том числе опционные, это не те же договоры, объединенные в самостоятельную группу, которые я назвал общие договоры. Эти договоры, существующие, найдутся основными договорами, содержащимися в особенной части обязательства права, но построенные в плоскости, чем основные договоры. То есть договоры, которые находятся в общей части обязательства права, они как бы стоят над этими специальными основными договорами, которые расположены в основной части. Я в своей статье все подробно проанализировал, и тут у меня критика и самого диссертанта, и Петренского, и Лебедева, и всех остальных, которые развивают эту концепцию. Я считаю, что это неверная концепция. Второе замечание РОФ считает, что опционное заключение договора и опционный договор – это различница об институте одного общего договорного института опциона. Это, в свою очередь, предопределяет необходимое закрепление в ГК РФ легального определения опционов в целом как базовое понятие, которое учитывалось бы при применении норм об отдельных видах опционов, предусмотренных в статьях 429.2 и 429.3 ГК РФ, а также в тех видах опционов, которые не предусмотрены в ГК. В странице 85.86 ГК РФ пишет, что разница между двумя опционами и конструкциями существует лишь в объективном составе. Опционное заключение договора в качестве своей конечной цели порождает заключение иного договора, а опционный договор своей конечной целью содержит реальное исполнение обязательства. Однако он не учитывается, что это лишь является определяющим выяснением правоприроды этих двух договоров и существенным для отнесения их к двум различным группам договоров. Оба эти договора являются самостоятельными договорами, их нельзя объединять в один общий институт. В то же время опцион на заключение договора является видом организационно-предварительных договоров, направленных на заключение основного договора, купли-продажи, рены, подряда. В то время как опционный договор является видом основного договора – опционным договором купли-продажи, опционным договором аренды и тому подобного. Отличается опционный договор, например, купли-продажи от обычного договора купли-продажи тем, что он имеет дополнительное обременение в виде опциона. Поэтому опцион на заключение договора и опционный договор – это принципиально различные договоры, входящие в различные группы общих договоров. Поэтому нет смысла обвинять их в единый договорный институт. Я не буду останавливаться на мелких замечаниях, которых у меня по отдельным вопросам опциона на заключение договора, опционного договора, не имеются. А что касается высказанных замечаний, то они связаны с исследованием фундаментальных проблем теории гражданского права. И поэтому здесь, как и при обсуждении любой спорной проблемы, возможно различные прямо противоположные точки зрения. Поэтому эти замечания ни в коей степени не колеблют положительной оценки диссертации. Поэтому общему и выводу, что диссертация Орлова Герасима Николаевича соответствует основным требованиям, установленным приказом от 1 сентября 2016 года о порядке присуждения чьей степени Санкт-Петербургского государственного университета, а соискатель заслуживает присуждения ему степени кандидата юридических наук по специальности 203. Пункт 11 указан порядка диссертациям не нарушен. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Майдан Кутуарович. Теперь мой отзыв. Я выступаю последним. Я внимательно изучил работу, диссертацию Орлова Герасима Николаевича. Я считаю, что тема работы является актуальной. И актуальность связана не только с тем, что сами по себе нормы об опционе на заключении договора, опционный договор появились в Кажданском кодексе не так давно. А проблемы эти связаны с тем, что в правоприменительной практике и в доктрине нет четкого понимания правовой природы этих договорных конструкций, их место в системе договоров, в соотношении с конструкцией предварительного договора, в возможностях использования в устоявшихся договорных конструкциях. То есть здесь на самом-то деле проблема довольно-таки широкая. И в принципе опционы, они широко известны на финансовом рынке, широко известны в сфере действия закона о рынке ценных бумаг. Но вот такая генерализация этих вот институтов в рамках Гражданского кодекса привела к необходимости их научного осмысления, что Герасим Николаевич и решил, соответственно, представить в своей работе. Научные положения, выводы и рекомендации, которые сформулированы в работе, имеют достаточную степень обоснованности, что подтверждается анализом нормативных актов по теме исследования, представленной научной специальной литературой, правоприменительной практики. Авторам в ходе проведения исследования определена и изучена совокупность правовых норм, рекомендирующих рассматриваемый тип правоотношений, специальная литература, освещены спорные правовые позиции, сложившиеся в правоприменительной практике и доктрине. Достоверность и новизна научных положений объективно существуют и находят свое отражение в тексте диссертации и подтверждении во всестороннем анализе проблем тактиринальных положений нормативных правовых актов. В целом я оцениваю работу Герасима Николаевича позитивно. Как и любой научный труд, эта работа лично у меня вызвала определенные вопросы. И, соответственно, в целом, говоря о том, что в диссертации содержатся заслуживающие внимания выводы положения, структура диссертации отвечает установленным требованиям, работа сама по себе написана понятным, юридическим, грамотным языком, а рассуждения автора убедительны, логичны и последовательны. Но, тем не менее, считаю, что ряд вопросов все-таки Герасиму Николаевичу потребуется разъяснить. И какие это вопросы? Первое. В своей работе Герасиму Николаевичу Орлов выделяет сходные для обоих опционных договорных конструкций условия, определяющие цель такого рода договорных конструкций, страница 51. К таковым отнесены условия основного договора или условия действий, подлежащих исполнению срок, в течение которого одна сторона может заявить требование либо о заключении договора, либо о совершении определенных действий, о порядке заявлений такого требования условия, о возмездности. Из этого автор делает вывод, что наличие сходных существенных условий также способствует формированию самостоятельного договорного института, опционов в целом. Такой подход автора генерализуется в первом и вторых положениях, выносимых на защиту. Опционное заключение договора и опционный договор не являются самостоятельными видами договоров, поименованных в ГК, а представляют собой договорные конструкции. Предложено авторское определение опциона как родового понятия, страницы 12 и 13. Вместе с тем указанная позиция автора не объясняет в полной мере саму идею введения гражданских кодекса в виде двух статей, двух типов договорной конструкции, что обуславливается потребностями гражданского оборота, первая из которых опцион представляет собой безотзывную оферту и требует наличия акцепта для заключения договора, например, характерно для биржевых сделок. А вторая является договором, в котором исполнение обязательства определено моментом востребования, например, любые гражданско-правовые договоры, заключаемые в виде документа, подписанного сторонами. С этой точки зрения автору необходимо пояснить необходимость выделения в качестве самостоятельного понятия опционной договорной конструкции. Второе. Важным для ряда положений, выносимых на защиту, это второе положение у трансформации отношений, четвертое положение, возникновение обязанностей по предоставлению встречного исполнения, является определение момента заключения опционного договора, связываемого автором с моментом возникновения взаимосогласованного волеизъявления сторон, страница 115, лицитация. Согласно статье 432, договор считается за заключенным, если между сторонами, требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. В силу статьи 433 Гражданского кодекса, моментом заключения договора является момент получения лицом, направившим оферту ее акцепта. Предлагаемое автором взаимосогласованное волеизъявление, то есть изъявление сторонами согласованной воли, сноска 106 на странице 116 работы, предполагает в динамике, что стороны согласуют условия будущего договора, после чего согласуют волю, а потом изъявляют согласованную волю. Предложенный автором способ определения момента заключения опционного договора может рассматриваться как доктринальный, но требует доработки, так как из предложенного определения невозможно установить, что именно подразумевается под возникновением взаимосогласованного воли изъявления, согласования с сторонами существенных условий договора или же намерения сформировать между сторонами договорные отношения. Поставленные вопросы в целом не влияют на общую оценку данного исследования и не уменьшают его научной состоятельности. На мой взгляд, диссертация Орлова Герасима Николаевича является завершенным самостоятельным монографическим научно-квалификационным исследованием, содержащим решения, поставленные автором научной задачи, имеющей значение для развития отрасли предпринимательского коммерческого права. Диссертация Орлова Герасима Николаевича на тему опционной договорной конструкции в Гражданском кодексе Российской Федерации и их дальнейшее развитие соответствует основным требованиям, установленным приказом от 1 сентября 2016 года номер 6821-1 о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. Соискатель Орлов Герасим Николаевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.003 гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право. Уважаемые коллеги, все отзывы оглашены, внешних отзывов, ну иных отзывов не поступало. Соответственно, я предлагаю Герасиму Николаевичу в соответствии с нашей процедурой дать ответ на вопросы и замечания членов диссертационного совета. Общее время выступления не более 15 минут по регламенту. Обращаю внимание. Уважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного совета, я искренне благодарю за возможность предоставленную мне выступить и хочу прежде всего обратить ваше внимание на то, что принципиальная новизна договорных отношений, возникающих в рамках опционных договорных конструкций, обуславливается односторонней подчиненностью и направленностью на соблюдение экономических интересов одного из участников таких договорных отношений. Именно в этом и заключается основное отличие опционов от иных договоров и договорных конструкций. Максимально облегченная оборотоспособность прав, возникающих в рамках любой опционной договорной конструкции, позволяет создать новый сегмент рынка в сфере предпринимательства, а именно рынок внебиржевых опционных требований. Соответственно, конечно же, поставленные в отзывах членов диссертационного совета и председателя совета вопросы и замечания, они, конечно же, имеют теоретическую ценность и вызывают дискуссию. Но принципиальная новизна одностороннего подчиненного обязательства, она сама по себе вызывает дискуссию, которая основана на том, что это отличается от того, к чему мы привыкли. Мы привыкли к равноправию сторон договорных отношений. По порядку я отвечу на каждый из поставленных вопросов. Прежде всего, хотелось бы ответить на вопросы председателя диссертационного совета, доктора юридических наук Петрова Дмитрия Анатольевича. По первому поставленному им вопросу я хочу пояснить то, что к договорному институту опционов в дальнейшем можно будет отнести любую договорную конструкцию, которая основана на субъективном праве дополнительного требования одной из сторон. Опционная договорная конструкция направлена на возникновение и предоставление на возмездной основе одной стороне субъективного срочного права изменения по своему усмотрению существующих договорных отношений в заранее согласованном объеме или порождению новых договорных отношений также на заранее определенных условиях. В связи с тенденцией к развитию договорного института опционов автор полагает возможным использовать самостоятельное понятие опционная договорная конструкция, что в том числе способствует выявлению и исследованию общих индивидуальных отличительных признаков опциона от иных договорных конструкций, договоров и отдельных обязательств. Вводя легальное определение двух типов опционных договорных конструкций, законодатель в том числе предоставляет выбор механизма реализации субъективного права требования, возникающего в рамках опционной договорной конструкции, что необходимо для построения более гибких и универсальных хозяйственных связей и способствует формированию смешанных договоров, необходимых для наиболее полного достижения целей, возникающих в предпринимательской деятельности. Относительно второго вопроса хотелось бы пояснить, что в диссертационной работе сделан вывод о том, что моментом заключения договора является момент взаимосогласованного волеизъявления сторон, исходя из анализа положения статьи 421 в системной взаимосвязи со статьей 432 ГК Российской Федерации. Это изложено на странице 115 диссертации. Содержание самостоятельной воли каждой из стороны отражено соответственно в оферте и ее акцепции. Если воля сторон совпадают, то есть оферта акцептована безоговорочно, возникает взаимосогласованное волеизъявление. Различия между волей стороны заключить договор и волеизъявлением приведены в диссертации на страницах 117 и 119. Анализ данных различий позволит сделать вывод о том, что основной базовой предпосылкой к заключению договора является согласованное добросовестное волеизъявление сторон сделки, действие которого ограничено определенным периодом времени, в течение которого стороны обязаны согласовать все существенные условия договора и заключить его в той форме, которая установлена законом для соответствующего вида договора. Предложенное доктринальное определение момента заключения договора и последовательность согласования волеизъявления вступить в договорные отношения и согласование существенных условий договора также охватывает положение пункта 1 статьи 434-1 ГК РФ, позволяющая проводить переговоры о заключении договора. Относительно вопросов, поставленных членом диссертационного совета доктором юридических наук Макаровой Ольгой Александровной, хотелось по первому вопросу пояснить то, что цели использования договорных опционных конструкций в качестве правовых средств приведены автором на странице 62-й диссертации. В основе опционных договорных конструкций заложен механизм реализации субъективного права, составным элементом которого является интерес обладателя такого права. Таким образом, рассматриваемые опционные договорные конструкции, формулируя их предмет и устанавливая присущие им существенные условия, автор одновременно рассматривает данные договорной конструкции и в качестве правовых средств, имеющих практическое применение. Заранее определенные обязанности, относительно второго вопроса, хотелось бы отметить, что заранее определенные обязанности возникают на стороне должника и порождают встречную обязанность кредитора принять исполнение только с момента заявления кредиторам соответствующего требования об исполнении. До этого времени заранее определенные в условиях опционные договорные конструкции обязанности должника не могут породить для обоих сторон каких-либо последствий и представляют собой лишь часть договорных условий в совокупности с другими условиями, составляющими дуалистический предмет опционной договорной конструкции. Относительно третьего вопроса, хочу обратить внимание на то, что объектами гражданских прав являются в том числе имущественные права. Норма закона умалчивает о том, что субъективное право акцептовать оферту не может быть оборотоспособным. Пунктом 7 статьи 429.2 ГК РФ определяется, что права по опциону на заключение договора могут быть уступлены другому лицу, если иное не предусмотрено соглашением и не вытекает из его существа, что органично дополняет общий принцип оборотоспособности гражданских прав в части договорных прав, вытекающих из опциона на заключение договора. Следовательно, независимо от того, по какому правилу, в силу прямого указания закона или же по общему правилу оборотоспособности гражданских прав определяется оборотоспособность, субъективное право акцептовать направленную в рамках опциона на заключение договора оферту является оборотоспособным. Представленное в пункте 7 статьи 429.2 ГК РФ положение об оборотоспособности права акцептовать направленную в рамках опциона на заключение договора оферту позволяет отграничить опционные договорные конструкции, парадигмой которых является именно оборотоспособность субъективного права на заключение основного договора от иных опционов, в большинстве своем направленных лишь на реализацию условий основного договора при наличии в этом заинтересованности акцептанта. Относительно вопросов, поставленных в отзыве доктора юридических наук Андреева Владимира Константиновича, хотелось бы сказать, что основной особенностью, по первому вопросу, хотелось бы отметить, что основной особенностью опционного договорного обязательства является то, что возникновение и реализация опционного договорного обязательства всецело подчинены срочному субъективному праву требований кредитора. Требования к возникновению и реализации опционного договорного обязательства могут быть как заявленными, так и незаявленными кредитором. Факультативное обязательство, легальное определение которого изложено в статье 306.2 Гражданского кодекса, представляет должнику право выбора лишь заранее определенного между сторонами способа исполнения. Такое право выбора действительно является субъективным правом должника, однако от опциона оно отличается тем, что должник обязан совершить выбор способа исполнения, тогда как кредитор в опционном обязательстве вправе и не заявлять требования об исполнении. Факультативное обязательство предусматривает безусловное исполнение должником своих обязанностей и, соответственно, безусловное принятие кредитором исполнения от должника. В опционном договорном обязательстве безусловности исполнения от должника отсутствует. Исполнение поставлено исключительно в зависимость от наличия воли изъявления кредитора. Условная сделка по определению содержащемуся в статье 157 ГК РФ в отличие от опционного договорного обязательства не предусматривает в принципе возникновение субъективного права одной из сторон, что в свою очередь является отличительной особенностью опциона. Стороны своим соглашением поставили момент возникновения прав и обязанностей в зависимости от определенного обстоятельства, которое возникнет в будущем и отвечает обойденным интересам как должника, так и кредитора. С момента наступления такого обстоятельства в рамках условной сделки возникает классическое обязательство, в рамках которого должник обязан произвести исполнение, а кредитор принять результат такого исполнения. Относительно второго вопроса хотелось бы пояснить, что в динамике реализации договорных отношений предмет любой опционной договорной конструкции поглощает предмет основного договора, но при этом остается отдельным предметом субъективного права требования исполнения опосредованных договорных обязательств. Этот вывод раскрыт на странице 82-й диссертационной работы. Предмет опционной договорной конструкции и предмет основного обязательства опосредованного на такой конструкции между собой, конечно, связаны. Но следует иметь в виду, что в первом случае предметом является создание и передача обязывающей стороне определенного срочного субъективного права требования исполнения, во втором случае перемещение материальных и нематериальных благ на заранее установленных между сторонами условий. Объединяющим фактором для двойственного предмета опционной договорной конструкции является единая для обеих сторон экономическая цель, в соответствии с которой и был заключен основной договор с опционом. Относительно замечания о том, что возмездности экономическая цель договора различные понятия, хотел бы отметить все же, что преследование определенной экономической цели при заключении опционной договорной конструкции субъектами предпринимательства бесспорно имеет место. У субъектов предпринимательской деятельности отсутствует интерес и непосредственно в одарении своего контрагента субъективным оборотоспособным правом требования исполнения, которое в свою очередь имеет определенную ценность на соответствующем рынке. При этом экономический эффект от достижения такой цели может покрывать те расходы, которые понесла обязанная сторона, предоставляя в рамках конкретной опционной договорной конструкции обязывающей стороне безвозмездно субъективное право потребовать исполнения. Принцип возмездности путем достижения преследуемой экономической цели реализуется в опционных договорных конструкциях не в связи с самим фактом достижения цели, а в связи с получением обязанной стороной определенных материальных благ или конкурентных преимуществ для достижения экономической цели, преследуемой обязанной стороной при заключении договора, опосредованного соответствующей опционной договорной конструкции. И относительно довода Владимира Константиновича Андреева о том, что ошибочное положение о том, что опционы предоставляют собой форму отказа одной из сторон от реализации принципа свободы договора. Хотелось бы обратить внимание, что исполнение обязанности заключить основной договор в рамках опционного на заключение договора обеспечивается не только мерой имущественной ответственности, которая будет установлена по соглашению сторон, но и механизмом принуждения, реализуемой путем принятия соответствующего судебного акта по требованию акцептанта. При этом условия основного договора определяются не из направленной оферты, а соглашением о предоставлении опционного на заключение договора. Таким образом, принимая на себя обязательство заключить по требованию обязывающей стороны в будущем договор, оферент уже не может отказаться от заключения основного договора в период срока действия оферты, даже в случае существенного и невыгодного для оферента изменения условий исполнения такого договора, которые на момент его заключения будут существовать на соответствующем товарном рынке. Хотелось бы также дать краткие пояснения относительно замечаний, высказанных доктором юридических наук Любовью Васильевной Андреевой. По первому замечанию хотелось бы отметить, что целью формирования родового понятия опциона является классификация всех, в том числе не поименованных в ГК Российской Федерации договорных конструкций, обладающих общими признаками опционной договорной конструкции в Единый договорный институт опциона, как это указано на страницах 85-86 диссертации. В свою очередь, определение родового понятия опциона положит основу развития договорных отношений с использованием опционного обязательства и позволит применять регулятивные нормы статей 429.2 и 429.3 ГК Российской Федерации к договорным отношениям сторон, хоть и не подпадающим под легальное определение опционных договорных конструкций, но обладающих всеми присущими опционными индивидуальными характерными признаками. Такой подход позволит сократить количество не поименованных в ГК Российской Федерации новых договоров, требующих правового регулирования. И относительно второго замечания хотелось бы отметить, что под термином «элемент» в контексте параграфа 4.3 главы 4 диссертации необходимо понимать совокупность существенных условий, определяющие соответствующий элемент договорного обязательства, возникающего в рамках опционной договорной конструкции и определяющих субъектов, юридический объект, юридическое содержание и санкцию. Относительно доводов о неудачности положения об исключительной возмездности опционных договорных конструкций. Хотелось бы обратить внимание на то, что безвозмездность договорных отношений противоречит самому существу предпринимательской деятельности. Заключая безвозмездный опционный договор, должны, будучи субъектом предпринимательской деятельности действуя добросовестно, не преследуют целью одарить своего контрагента субъективным имущественным правом требований к должнику, который само уже имеет определенную ценность в денежном выражении и может быть реализовано к ардиторам третьим лицам. Это положение раскрыто на странице 43 диссертации. По такому пути формируется в настоящее время и правоприменительная практика. Преследование иной экономической цели в качестве условия платности опциона позволяет расширить способы применения опционов в предпринимательских целях, а также позволяет детализировать договорное регулирование сложившихся экономических отношений между контрагентами в системной взаимосвязи с иными совершаемыми между ними и с третьими лицами сделками. Также понимание возмездности опционной договорной конструкции, преследования иного экономического интереса позволяет исключить коллизию между статьями 429.2, 429.3 и 575 ГК Российской Федерации. Этот вывод изложен на странице 44 работы. Относительно замечания о необходимости использования большего количества примеров в работе для применения опционных договорных конструкций в практической деятельности. Да, с этим замечанием автор соглашается с мнением члена диссертационного совета о необходимости более широкого освещения практики применения опционных договорных конструкций в предпринимательской деятельности. Но хотелось бы обратить внимание, что практики пока мало и она находится лишь в стадии формирования. и относительно доводов, высказанных членом диссертационного совета Майданом Кунтуардовичем Сулейменовым. По первому вопросу хотелось бы отметить, что опционные договорные конструкции нельзя отнести к самостоятельным видам договоров, по мнению автора, в силу двойственности предмета опционного обязательства и направленности интереса сторон опциона, которые в своей совокупности и системные взаимосвязи не позволяют охарактеризовать эти договорные конструкции как самостоятельные договоры. Относительно замечания по второму вопросу хотелось бы сказать, что да, действительно, такая позиция возможна. О том, что разница опционного на заключении договора и опционного договора в объективном составе может являться определяющим выяснением правовой природы этих двух договорных конструкций, но все же опционное заключение договора и опционный договор не являются самостоятельными договорами в связи с отсутствием собственного предмета и других необходимых квалифицирующих признаков. Эти особенности не позволяют отнести опционное заключение договора и опционный договор к двум разным самостоятельным видам договоров. Опционное заключение договора и опционный договор объединены тем, что они направлены на построение договорных отношений, основанных на субъективном праве требований одной из сторон. Этот квалифицирующий признак в то же время является индивидуальной особенностью, отличающей опционные договорные конструкции от иных основных видов договоров, образующих систему гражданско-правовых договоров. Следовательно, нет оснований относить опционное заключение договора и опционный договор к основным видам или типам гражданско-правовых договоров. Благодарю за внимание. У меня все. Спасибо большое, Герасим Николаевич. Немножко выбились из регламента, но несущественно. Были даны ответы соискателя ученой степени на вопросы, замечания членов диссертационного совета. Переходим к открытой дискуссии. Выступление по желанию присутствующих на защите лиц со своими вопросами не более пяти минут. Уважаемые присутствующие, есть ли у кого желание выступить, задать вопросы соискателю? Вопросы не поступили от присутствующих на защите лиц. Поэтому соответственно переходим к следующему этапу. Это выступление научного руководителя соискателя Лебедева Константина Константиновича, кандидата юридических наук на Центр кафедры коммерческого права СПБГУ. Прошу. Уважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые присутствующие. Я с большим удовлетворением выслушал выступления и ответы Герасима Николаевича. И считаю, что состоялась оживленная такая плодотворная дискуссия по проблемам, связанным с опционными договорными конструкциями. Очевидно, новизна вот этих договорных институтов она будет вызывать и дальше дискуссии, предложения. Мы видим, что в литературе появляются все больше и больше публикаций статей. И в основном авторы этих статей они отдельные нюансы пытаются раскрыть и высказать по ним тоже собственную позицию. Очевидно, что вот сами представленные институты в гражданском кодексе, положения названных статей, они не являются раз и навсегда завершенными. И вот не случайно в названии диссертации есть такие слова их дальнейшее развитие вот этих институтов в гражданском праве. Ну, можно много, тоже я бы многое мог сказать, но за недостатком времени вот хотел бы обратить внимание на, скажем, замечания, высказанные уважаемым профессором, доктором юридических наук, академиком Академии Казахстана Майданом Кунтуаровичем Сулейменовым, который подчеркнул и в своем выступлении, и в своей статье уже, которую вот он подготовил и разместил в интернете большая, очень интересная статья. Не со всеми положениями, которые высказал Майдан Кунтуарович, я бы согласился, но вот хотел бы, тем не менее, как определенный такой креативный подход, это акцент на организационную сторону. Мы в основном, вот все присутствующие, мы как бы базируемся на традиционной цивилистике, исходим из тех фундаментальных положений науки гражданского права, которые сложились еще в досоветский период, в советский период, ну и продолжаются им настоящее время. И хотя в советский период тоже были сделаны красавчиком, октябрем, Алексеевичем, профессором Свердловского юридического института, попытки обратить внимание, что это не только договоры, договорные правоотношения, это не только обязательства, где право и встречная обязанность или наоборот обязанность по исполнению и право требовать этого исполнения, но присутствуют и организационные моменты, договоры организуют взаимоотношения между сторонами, организуют исполнение обязательств, и Майдан Кунтуарович совершенно прав, что вот эти опционы, сам опционный договор, опцион на заключение договора, они как раз содержат организационные элементы и может быть они важны для практики не в меньшей, а может быть даже в большей степени, чем имущественные отношения. Здесь я вот не согласился, не называлось имя уважаемого тоже всеми Ветрянского, Василия Владимировича, одного из авторов концепции совершенствования гражданского законодательства, который в своей работе о реформе гражданского права не согласился с понятием конструкции опционного договора, по его мнению такого договора не существует, это договор, любой договор, поставки и так далее с опционом. Я бы с этим не согласился как раз в силу того, что в отличие вот типовых классических договорных институтов опцион содержит организационный момент. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Ярко выразили поддержку своему ученику, что это заслуживает просто одобрения. Уважаемые коллеги, в соответствии с нашим регламентом мы должны перейти к следующему этапу, а именно обсуждение результатов защиты в рамках закрытого заседания прошу на это время отключить звук на трансляции заседания, а присутствующим гостям и коллегам, которые не являются членами совета, предлагаю покинуть зал. Я вас обязательно приглашу, как только наше совещание обсуждения закончится. Спасибо за понимание. Коллеги из технического субтитрова. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Напоминаю, что решение совета по вопросу присуждения ученой степени считается положительным, если за него проголосовало более половины, но не менее трех членов диссертационного совета, участвующих в заседании. Это следует из пункта 23 порядка присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. Поименное голосование. Макарова Ольга Александровна, прошу вас ваше мнение высказать. Уважаемые члены, уважаемые присутствующие, я полагаю, что совискатель Орлов Герасим Николаевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.003 гражданское предпринимательское право, семейное право, международное частное право. Спасибо. Спасибо большое. Андрей Владимир Константинович, ваше мнение, пожалуйста. Я полагаю, что Герасим Николаевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.003 гражданское предпринимательское семейное международное частное право. право. Большое спасибо. Андреева Люба Васильевна, прошу ваше мнение. Я выступаю за присуждение Герасиму Николаевичу Орлову искомой степени кандидата юридических наук по специальности 12.003 гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право. Спасибо большое. Сулейминов Майдан Кунтуарович, прошу ваше мнение. Я выступаю за присуждение Орлову Герасиму Николаевичу ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.003 Спасибо большое. Ну и мое мнение как председателя совета и его же члена я выступаю за присуждение Орлову Герасиму Николаевичу ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.003 Таким образом Зам, уважаемые члены, было опрошено 5 членов Совета, каждый высказался за присуждение ученой степени, то есть из 5 человек проголосовало за 5 человек, против проголосовало, никто не проголосовал, воздержалось 0 человек. Так, решение о присуждении ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.003 гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право, Орлову Герасиму Николаевичу принято. Теперь, соответственно, по регламенту у нас следует заключительное слово соискателя, ну, 2 минуты по регламенту. Уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые председательствующие, примите мою искреннюю признательность за столь высокую оценку моего исследования, которую я получил сегодня. Большое спасибо. И отдельную благодарность я хочу высказать своему научному руководителю. Константин Константинович, без Вашего мягкого, но в то же время настолько диссертанирующего руководство, я бы никогда не стоял на этом месте. Спасибо Вам большое. Большое спасибо. Все, большое спасибо, Герасим Николаевич. Пожалуйста, присаживайтесь. На этом работа диссертационного совета завершена. Заседание объявляется закрытым. Благодарю всех за участие. Прошу отключить прямую трансляцию заседания. Спасибо.